Ты застал еще чемпионат Советского Союза, высшую лигу. Первую лигу застал. Первую лигу и высшую лигу. То есть в последнем чемпионате Советского Союза ты вышел в московском Динамо на поле, в составе московского Динамо на поле и забил сразу 4 гола Локомотиву. Да. Фантастика. Жена плакала. На стадионе, да? Ну да, от радости, правда. Фантастика, да? Выйти дебютанту и забить 4 гола сразу. Ну там Газаев же мне сразу же задачу поставил, олимпийская сборная. Потом национальная. Ну национальная там с Бышевцем у них проблемы были. Так что Бышевца даже не пускали. Там и Калитвинцева тоже сказали, если ты будешь играть за Динамо, то ты вряд ли будешь в сборной. Так что лихие 90-е точно были. Ну старт серьезный, да? Старт, да. И что после такого старта ты принимаешь какое решение? Убежать. Почему? Ну потому что я мечтал с детства играть в киевском Динамо. Хотя Газаев сразу же мне сказал, говорит, сборная, а потом Италия. Сразу же в Италию. Ну там же Халванов уехал и Киряков уехал. Правда, что Киряков тебя за человека не считал? Ну это он, да, шутит так. Что, говорит, у вас за футболиста, если ты лучший? А я пришел, ну ему же знаешь как, ему обидно было. Он-то забивать перестал. Я вообще пришел, у нас даже, представляешь, дошло до такого, что пенальти должны были разыгрывать. В Минске, да, там сколько, что-то 12 или 13 не забили пенальти. Вот это все Киря, в основном он зарабатывал пенальти, потому что любил падать, ну и мотаться с мячом. А вот в Минске, да, Середа, ну Газаев уже сказал, что будете разыгрывать. И Середа взял и на себя инициативу, и Курбыка поймал. Больше я Середу не видел в команде. Курбыка хороший вратарь был. Хороший, но он уже взрослый был. Ну и Газаев тут тоже, знаешь, он не любит, когда кто-то его не слушает. А хорошие были игроки тогда в московском Динамо? Вот Киряков, Колыванов, Кобелев, по-моему, тогда играл еще. Хорошие ребята были. Кобелев, Соляров, Лосев, Уваров был. Уваров как раз уехал, потом уже Сметанин. Я сам-то тоже там недолго был. Но ребята хорошие были, команда была? Ну, ты знаешь, я на базе жил, так что, ну, более-менее, да, там не дрались, не ругались. Коба мог там напихать всем постоянно, визжал, орал. А так, вроде как, более-менее. Ну, меня сразу же Лосев и Уваров поддержали. Потому что, ну, представь, с первой лиги сразу же в основной состав со Спартаком, да, первая игра была. Я еще сыграл Тайм, потом меня Газаев заменил. Потом Газаев постоянно, каждый день на базе в Новогорске. Вот, и вызвал меня. Я говорю, я не хочу больше играть за твою команду. Потому что, ну, просто так... За твою, так сказал он? Ну, я ему, да. На ты? Ну, конечно, а что? Я со всеми стараюсь на ты. Даже старшему тренеру? Потому что это, знаешь, как-то сближает. Так. Вот, ну, я сказал, не, я так... Ну, ты дерзкий, слушай. Не, я не дерзкий, я просто, знаешь, обиделся на то, что меня воспитывали. Ну, представь, с первой лиги сразу же со Спартаком в основном составе. Вот, тем более, там же Шкалыван, по-моему, как раз пять или девять голов во всех играх забивал. Вот. Ну, и вот ребята как-то, знаешь, меня без мяча оставляли. И вот я там просто пробегал. Я пришел к Газаеву, говорю, я не хочу играть. В твоей команде. Ну, потому что, ну, знаешь, просто так бегать тоже не придурок. Тем более, все же знали, что я дослуживал в Москве. Вот. И все знали, я на базе жил. Потому что поле увидел, мне больше ничего не надо было. Ни в гостинице, ни в квартирах. Любил поле, и запах поля, наверное, любил. Да, просто после Тюмени, знаешь, как-то на хорошем поле интересно было потренироваться. Где очень холодно было. Да дело не в том, что холодно. Я мучил вратаря дубля, целыми днями ему лупил. Я же еще и с травмой приехал. Потому что меня Мышалов еще сначала вылечил. А потом я уже, я тебе говорю, с поля я не уходил.